У меня сложилось полное впечатление, что Центробанк это не только закрытая, абсолютно волонтаристская система, но еще и криминальная структура. Почему мы должны им доверять? У нас к этим людям доверения нет, и к этой самой Набиулиной. Это аморальные люди! Это мы можем утверждать стопроцентно, что они аморальны! Власть безответственно относится к своим гражданам, и даже Набиулина. Ситуация в стране аховая, а жить они хотят роскошно и гучеряво, деньги нужны. Там Силуанов, там та же Набиулина, то есть те же самые люди, они же в СВ заинтересованы, чтобы отнять у нас наши деньги. Меня зовут Сергей Соседов, я тоже погоревший вкладчик банка. Мы можем только верить. Действительно ли банк Югра отправлял огромные суммы, уводил их в офшоры и так далее? Действительно ли он давал липовые отчеты Центробанку, или же его просто схлопнул Центробанк сам в лице Набиулиной и так далее? Что там, может быть, было все и отлично. Почему мы должны верить этой самой Набиулиной? Мне, например, эта дама доверия никакого не вызывает. Я с ней не выпивал, я с ней не знаком. Насчет выпивал это поправимо. Вы знаете, если они в Центробанке, курируют все банки, проверяют отчетность и так далее. Если они там год проверяли Банк Югра, вскрыли какие-то неполадки, недочеты, какие-то недостачи и так далее. Почему Набиулина не обратилась через Центральное телевидение, через радио и так далее? Это все в ее возможности. Почему она не предупредила вкладчиков населения России о том, что, друзья, Банк Югра криминальный банк, он уводит деньги в офшоры. Там опасно вкладывать. Я вас предупреждаю, не вкладывайте деньги. Она этого не сказала. Если уж она так радеет за, черт возьми, за наши вклады. Она просто тупо слила все, мораторий на вклады, потом лицензию увела и все еще открыто. Почему она, зная о неполадках в банке, не обратилась через средства массовой информации к вкладчикам? Почему? Вот это вопрос. Мы можем ей не доверять, мы можем не доверять банку. Мы не знаем, как на самом деле происходит. И мы не можем это проверить, у нас нет для этого возможностей. Но задать вопрос Набиулиной мы имеем право. Если она знала о неполадках, почему она молчала? Значит, это было выгодно. Значит, это было выгодно схлопнуть этот банк, завладеть всеми средствами. Кстати, логика здесь очень простая. Ситуация в стране аховая. Крымский мост, санкции Америки, власть, представители власти Верховной, практически все персоны Нонграда в Америке, в Западной Европе, их счета западные заблокированы, а жить они хотят роскошно и гучеряво. Деньги нужны. Так почему же не схлопнуть огромный банк и не завладеть всеми средствами, чтобы потом просто разделить их между собой? Тот же АСВ. Там Силуанов, там та же Набиулина. То есть те же самые люди. Они же в АСВ заинтересованы, чтобы отнять у нас наши деньги. И просто нам в виде благотворительности, еще мы должны быть за это благодарны, отдать по миллиону четыреста в виде страховки. И вроде как мы еще должны быть благодарны за это. А это же по сути дела наши деньги. У нас отняли огромные пироги и кинули маленькую кость. Миллион четыреста. И мы должны быть еще благодарны. Понимаете, вот это странно, как власть безответственно относится к своим гражданам и даже Набиулина. И вообще статус Центробанка, кстати, вызывает много вопросов. Центробанк не подчиняется ни президенту, ни премьер-министру, ни Госдуме. А в конституционном поле вообще это как? Это вообще законно по конституции, что вот есть некая структура, которая в государстве, но она не подчиняется никому в государстве. Это с точки зрения закона и конституции, основного закона России. Это нормально? Вот вы как законники должны, наверное, это знать. Мне представляется, что не может быть некая структура государством в государстве, которая не подчиняется ни президенту, ни премьеру вообще никому. Это вообще что такое? Это нонсенс. Это мафиозная структура. Это главная криминальная структура, которая делает все, что ей захочется. Проверить это невозможно. На вопросы они не отвечают. На круглые столы они не ходят. Это вообще что-то... Это хамство, во-первых. Это хамство элементарно. Понимаете, это аморально, по меньшей мере. Это аморальные люди. Это мы можем утверждать стопроцентно, что они аморальны. Потому что они не отвечают на наши запросы. Они не отвечают на наши вопросы. Они не ходят на наши встречи. Значит, они нас игнорируют. Они считают нас за ничто. Понимаете? И они государство в государстве. Почему мы должны им доверять? У нас к этим людям доверения нет. И к этой самой Набиулиной. Почему она молчала? Вопросов очень много. Хорошо. Первое. Спасибо большое. Первое. Если вы не возражаете, вот сейчас записано ваше выступление. Да, ради бога. Чтобы мы его сделаем роликом. Ради бога. И Набиулина отправим. С удовольствием. С удовольствием. С огромным удовольствием. Так. Первое. Второе. Сейчас, минутку. Тенечко круглый стол и один ведущий. Второе. Второе. То, что вы выступили и сказали про Центробанк и государство. Государство абсолютно правы. По крайней мере, Компартия Российской Федерации, Справедливая Россия, насколько я знаю, мы категорически с этой иерархией не согласны. Центробанк должен подчиняться, работать под правительством, отчитываться. Ну и все соответствующие прелести связаны с этим. Поэтому, ну это центральный вопрос. Вот вы взяли вот быка за рога сразу. Быка за рога сразу взяли. Очень странно, что такое положение. Вот в чем дело. Очень странно. Тут и вопросы, кстати, к президенту Путину, который отставит. Мы верим этому Центробанку. Они работают хорошо. Оздоровление, финансовые системы. И к Путину много вопросов. Но он не отвечает на эти вопросы. Хотя задаем мы им на эти прямые линии. Но ответов от Путина тоже нет. Хорошо. До Путина дойдем сейчас. Скажите, вот какая, понимаете, какая странная вещь. Утверждает председатель Центробанка президент, но почему-то она не отвечает перед президентом. Он ее утверждает, а она перед ним не отчитывается. Что это вообще такое? Нет, здесь вы ошибаетесь. Она отвечает перед президентом, отвечает. У нас нет ни одного человека в Российской Федерации, которому не отвечал перед президентом. Запомните. И что же она отвечает? Значит, президент так хочет. Я хочу тоже сказать и к вам обратиться. Из всего услышанного у меня сложилось полное впечатление, что Центробанк это не только закрытая, абсолютно волюнтаристская система, но еще и криминальная структура. Да, это криминал абсолютно. Занижение стоимости активов и так далее, и так далее. Вы, как депутаты Государственной Думы, можете поставить вопрос о недоверии Центробанку как структуре, о приостановлении ее деятельности, настоять о независимой проверке деятельности Центробанка, ну а потом, может быть, поставить вопрос и о расформировании этой структуры. Какие у вас есть на это полномочия? Ну, полномочий таких нет, наделяйте. Я вообще сторонник парламентской страны, а не президентской. Я сторонник, но Конституция нам гласит о другом. Я за эту Конституцию не голосовал, я могу говорить это открыто и на референдуме голосовал против данной Конституции, но, к сожалению, на сегодня такого права у нас нет, у парламента, у депутатов. Мы можем обратиться в соответствующую структуру, а это единственное, вот Николай Николаевич его несколько раз говорил, это президент Российской Федерации, с такими требованиями. Президенту обратиться. Да, обратиться можем. Это нужно сделать. Давайте сделаем, я готов. Давайте. Я думаю, друзья, нам нужно всем задать вопросы на прямую линию президента и о Центробанке. Ну, всем нужно, да, да, безусловно. Хорошо. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!